МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность – забота общая. Активисты молодой гвардии «Единой России» совместно с сотрудниками ГИБДД патрулируют пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Дети пытаются донести до взрослых, как нужно себя все-таки вести на дороге, на что необходимо обращать внимание. То, что говорят сотрудники полиции, не всегда должным образом воспринимается. Врачи-профессионалы. Хирурги медико-санитарной части 59 вылечили пациентку с редкой патологией. С учетом локализации и характера поведения этого нового образования была заподозрена очень редкая грыжа. Это поясничная грыжа треугольника лесгофта Гриумфельда. Движение первых. На первой в наступившем году классной встрече в рамках одноименного всероссийского проекта зареченские школьники познакомились с деятельностью созданного в 2022 году Российского движения детей и молодежи. Когда-то существовала пионерия. Российское движение детей и молодежи – это что-то по типу, но с новыми подходами к воспитанию детей, с новыми подходами и интересами самих детей. Это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности этих и других событий далее. В Заречном начал работу Общественный совет при межмуниципальном отделе МВД России позато-заречной нового созыва. Предыдущий состав совета прекратил полномочия в связи с истечением срока. Обновленный совет состоит из 11 человек. В состав совета входят врач, представители религиозных организаций и муниципальных учреждений, сотрудники средств массовой информации, адвокат, депутат собрания представителей, член Совета ветеранов отдела внутренних дел. С поименными списками членов совета можно познакомиться на информационных стендах в межмуниципальном отделе МВД на Зеленой 12 и на Комсомольской 6. На организационном собрании был избран новый председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России позато-заречной. Им стала директор информационно-библиотечного объединения Эльвира Шанегина. В соответствии с указом президента России Общественный совет наделяется полномочиями на три года. В Заречном продолжается реализация проекта «Безопасный переход» инициированного партией «Единая Россия». Патрулировать пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений взрослым помогают и сами школьники, активисты молодой гвардии «Единой России». Первое дежурство молодогвардейцы организовали на зебрах около Дворца творчества детей и молодежи Центра детского технического творчества школы номер 221. Ребята напоминали юным и взрослым пешеходам о правилах безопасности на дорогах. Окраднее ходить в темное время суток и носить светоотражающие значки. К зареченцам обращаются активисты молодой гвардии «Единой России». Школьники принимают участие в проекте «Безопасный переход». В его рамках они вышли на улицы города вместе с кураторами, чтобы напомнить о важности соблюдения ПДД. На этой акции мы будем рассказывать проходящим людям о правилах дорожного движения, то есть через пешеходный переход. Их нужно соблюдать для того, чтобы не было предотвратительных частных случаев. Молодогвардейцы решили провести свою акцию неподалеку от оживленных пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями. Здесь часто ходят и дети, и взрослые. К проекту «Безопасный переход» присоединились и сотрудники ГИБДД. Большая доля дорожно-транспортных происшествий в городе зафиксирована именно с пешеходами. Пешеходами являются как взрослые, так и дети. А с помощью детей, с помощью их слов, манеры убеждения, скажем так, дети пытаются донести до взрослых, как нужно себя все-таки вести на дороге, на что необходимо обращать внимание. То, что говорят сотрудники полиции, не всегда должным образом воспринимается. И некоторые, скажем так, обижаются на сотрудников полиции, что они их привлекли к ответственности. Такие акции – это не только возможность достучаться до других и напомнить правила безопасности. Для детей – это еще и тренировка навыков коммуникации. Здесь воспитательный эффект, как вы сказали, это для детей. Дети учатся не бояться говорить, дети учатся не бояться доносить информацию не только для своих сверстников, но и для взрослых. Ну а для жителей города, конечно, это приятнее, когда к тебе обращается юный житель Заречного, а не взрослый. Молодые гвардейцы дежурили на пешеходных переходах около Дворца творчества детей и молодежи, Центра детского технического творчества, школы номер 221. Это только первая акция в рамках проекта «Безопасный переход». Активисты обязательно проведут профилактическую работу с зареченцами и в других точках города. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». К проекту «Единой России» «Безопасный переход» присоединились и активисты Пентинской региональной общественной организации поддержки семьи и семейных ценностей «Союз отцов Пензенской области». Совместно с родительской общественностью и представителями администрации города инициаторы проекта планируют регулярно проверять пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений на наличие необходимых дорожных знаков, разметки искусственных неровностей, а также оценивать освещенность пешеходных переходов. Какую еще работу ведет «Союз отцов Пензенской области»? Когда и с какой целью была создана эта общественная организация? И как присоединиться к числу ответственных родителей? Об этом мы расспросим председателя Совета отцов Пензенской области Сергея Четверикова. Встреча в студии сразу после рекламы, ну а пока к другим событиям. Школьный автобус исправен, претензий нет. Сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние транспортного средства, предназначенного для перевозки детей. Специальный автомобиль доставляет в образовательные учреждения и обратно школьников, живущих за пределами Заречного. И требования к этому транспорту особенно строгие. К этому транспортному средству внимание особенно пристальное. Его пассажиры – дети. Это так называемый школьный автобус, на котором ученики добираются до общеобразовательных учреждений. Данный автобус у нас курсирует по городу в утреннее и послеобеденное время для перевозки детей, которые обучаются у нас в школах города, но проживают на удаленных территориях, либо их необходимо доставлять в общеобразовательные учреждения. Подобные транспортные средства имеют особое оснащение. Это дополнительная подножка на входе, специальные поручни, устройства, не позволяющие тронуться с места, если дверь не закрыта, звуковое оповещение о движении задним ходом, ремни безопасности на каждом сиденье. Исправность этих и других элементов и приспособлений и проверили сотрудники ГИБДД. Проводятся беседы с водителями, которые допущены к управлению данного школьного автобуса. И, опять же, повторюсь, техническое состояние – это самое главное, чтобы не случилось никакой неприятности во время управления и привоза, и отвоза детей в школу города. Также сотрудники полиции в обязательном порядке проверяют техническую документацию, а также наличие аптечки и огнетушителя. Школьный автобус инспектируют регулярно. В ходе проверки нарушений выявлено не было. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Проведенная хирургами медико-санитарной частью 59 операций может войти в медицинскую литературу. У одной из жительниц города врачи обнаружили редкую патологию – грыжу треугольника Лесгофта Грюнфельда. За всю историю медицинских наблюдений подобных случаев описано всего около 300. Зареченские медики успешно диагностировали редкое заболевание и прооперировали пациентку. Подробности у Натальи Елистратовой. Зареченские врачи провели успешную хирургическую операцию пациентки с редкой патологией. 73-летняя женщина обратилась за помощью к медикам с жалобами на опухоль в поясничной области. На первичном осмотре в городской поликлинике был поставлен предварительный диагноз – липома, и назначено дополнительное обследование. Первичный диагноз выставлен на основании клинической картины и данных УЗИ, которые сделали амбулаторно. После поступления в стационар она была осмотрена совместно с врачами отделения, и с учетом локализации и характера поведения этого новообразования была заподозрена очень редкая грыжа – это поясничная грыжа треугольника Лесгофта Гриумфельда. После подтверждения врачами окончательного диагноза пожилой Зариченке было назначено хирургическое вмешательство. Операция, которую проводил врач Андрей Старов, прошла успешно. Диагностический случай был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Наши специалисты по КТ верифицировали эту грыжу, и пациентку мы в этот же день прооперировали. Вместо каких-то больших разрезов, травматичных операций мы сделали малоинвазивное вмешательство через буквально три прокольчика, не заходя в брюшную полость, работая в забрюшинном пространстве, мы убрали грыжевой дефект и выполнили пластику с помощью сетчатого эндопротеза. Несмотря на солидный возраст, пациентка легко перенесла сложную операцию. Через три дня ее уже выписали из стационара под наблюдение врача-хирурга городской поликлиники. Доктора отнеслись к этому очень серьезно. Я бы сказала, замечательные доктора прооперировали меня. Ну, сейчас я в полном порядке хожу на перевязку. Спасибо им большое, конечно, это даже говорить нечего. Им большое-большое спасибо. По словам заведующего хирургическим отделением медико-санитарной части номер 59, за всю историю медицинских наблюдений описано около 300 случаев редкого заболевания грыжи Лесгофта-Грюнфельда. Последние 10 пациентов с подобными локализациями новообразований были прооперированы в начале 2000-х годов в Китае. Зареченский доктор Андрей Старов впервые столкнулся с такой патологией за свою 15-летнюю хирургическую практику. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские школьники познакомились с деятельностью российского движения детей и молодежи «Движение первых». Очередную беседу в рамках всероссийского проекта «Классные встречи» с ребятами провела Маргарита Растрогина, муниципальный координатор советников-директора по воспитательной работе. Как можно присоединиться к созданной в 2022 году организации? Как создать первичное отделение «Движение первых» в своей школе? И какие интересные дела предлагает школьникам новое общественное объединение? Об этом и многом другом ребята поговорили на очередной классной встрече. Российского движения школьников скоро не будет. Оно станет частью российского движения детей и молодежи. Об этом стало известно на первой в 2023 году классной встрече, которая прошла на базе школы номер 225. Российское движение школьников было реорганизовано, причем присоединение к новой всероссийской детской организации российскому движению детей и молодежи. Формат проекта остается прежним, то есть это классные встречи, на которых мы приглашали и будем приглашать ярких, интересных личностей, которые могут поделиться опытом с детьми, рассказать историю своего успеха и много чего интересного. В этот раз гостем встречи стала Маргарита Растрогина, муниципальный координатор советников директора по воспитательной работе города Заречного. Она рассказала детям о деятельности российского движения детей и молодежи, о том, как присоединиться к нему, открыть первичное отделение в своей школе. Когда-то существовала пионерия, российское движение детей и молодежи – это что-то по типу, но с новыми подходами к воспитанию детей, с новыми подходами и интересами самих детей. Поэтому мы считаем, что детям будет интересно участвовать в мероприятиях российского движения детей и молодежи. По сути, они уже во всем этом участвовали, только теперь это будет такое что-то общее, что-то грандиозное. Но мы на это надеемся, масштабное, да, масштабное такое детское движение. Маргарита Растрогина участвует в деятельности целого ряда детских и молодежных объединений, таких как исследователи миров человеческих ценностей, орлята России, юнзары, юнармия. Маргарита Юрьевна уверена, в общероссийском движении детей и молодежи у зареченских ребят есть множество возможностей проявить себя и научиться новому. Очень много онлайн-площадок, огромное количество всевозможных многих конкурсов, множество конкурсов все это предлагает, поэтому мы считаем, что детям будет интересно. А с чему они в первую очередь смогут научиться в этом большом масштабном проекте? Ответственности, самостоятельности, инициативности, активности. Диалог длился больше часа. Ребята смогли получить развернутые ответы на все свои вопросы. Следующая классная встреча состоится в феврале. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио компания «Заречный». Юный талантливый зареченец продолжает участие в масштабном шоу-проекте «Голос. Дети». Данил Клюжин успешно преодолел этап слепые прослушивания. К нему повернулись сразу два наставника – певица Максим и Егор Крид. Данил выбрал команду нашего известного земляка, и в ближайшее время мы снова увидим юного зареченца на экране федерального телеканала. Идут еще репетиции в тройках. Нас уже сейчас поделили по тройкам и готовим номер полностью под наставником. Там уже работают педагоги, хореографы. Сам Егор Крид очень много принимает участие. Настрой, конечно, как всегда, боевой. Все, что от нас зависит, мы все сделаем. А там, конечно, уже наставник решает, и как дальше сложится. Ну, для нас уже события, что мы там оказались, очень много чего узнали, познакомились. То есть это огромная-огромная школа. Участие в нашумевшем шоу-проекте «Голос. Дети» Данил Клюжин успешно совмещает с другими масштабными конкурсами страны. В настоящее время он выступает на фестивале «Время талантов» в Санкт-Петербурге. В прошлом году шел отбор по всем городам России, в том числе и в Пензене тоже проходил отбор. Данил выиграл, ну, получил гран-при и получил приглашение и бесплатное участие в большом финале. Вот, финал идет три дня. Очень интересно такое мероприятие, то есть и с открытием грандиозным, и с конкурсным днем, и с закрытием, и помимо этого еще мастер-классы. Когда и с какой целью был создан Совет отцов Пензенской области? Чем занимаются активисты этой организации и как присоединиться к числу ответственных родителей? Обо всем этом сразу после рекламы. Интерьерные украшения, посуда и инвентарь, техника для кухни, электроника, товары для отдыха, строительные материалы и инструмент, хостовары и сантехника. Все это и многое другое для дома и ремонта в отделе «Нужные вещи» на втором этаже торгового центра «Дубрава», город Заречный, улица Ленина, 18А, второй этаж. Нужное всегда рядом. Ну, что ты хотел мне сказать? Беги скорее домой и запри все двери. Почему? Всюду, всюду рыщет волк. Съест! Жалко! Волк, конечно же, съест красную шапочку. А взрослые рассердятся и накажут волка. И тогда будет одна в лесу хозяйка. Это я, лиса. Я верный друг. Не смей мне этого слова говорить. Конец дружбы. Конец красной шапочки. Один в лесу будет хозяин. Это я, волк. Кто здесь еще у волка в животе? Да кто же, как не бабушка. Бабушка? Он и тебя съел. Бабушка, ты не волнуйся, нас обязательно спасут. Вот увидишь. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости на канале «За речной» продолжаются. У нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии председателя региональной общественной организации поддержки семьи и семейных ценностей «Союз отцов Пензенской области» Сергея Четверикова. Добрый вечер, Сергей Вячеславович. Добрый вечер. Итак, Сергей Вячеславович, поводом для нашей с вами встречи стало событие, мероприятие, рейд по пешеходным переходам, которые находятся рядом с образовательными учреждениями. Вот что это за акция? Была ли это разовая акция или это ваша постоянная работа? Эта акция, она не разовая. Первый раз эту акцию мы привели в августе месяце, перед началом учебного года, там была задача проверить готовность пешеходных переходов перед учебным годом. Новшество, которое мы внесли здесь, это то, что мы обратились делать эту акцию постоянной. То есть впервые в нашей области был составлен график мониторинга пешеходных переходов, которые ведут к учебным заведениям, не только к школам. Мы взяли все заведения, куда ходят наши дети. И будем мониторить их до конца учебного года. Задача здесь, во-первых, зима. Мы будем смотреть, чтобы пешеходные переходы были очищены, чтобы не было наледи, чтобы была хорошая видимость, чтобы была хорошая видимость и для детей, и для водителей. Чтобы максимально обеспечить безопасность, чтобы дети, идя в школу, они не боялись переходить пешеходный переход, чтобы они были спокойны, уверены, что их видно, что они все видят. Ну и совместно с российской общественностью будем выявлять слабые места. В первый рейд мы просмотрели четыре объекта, которые посещают дети. Это дворец пионеров, это СЮТ, это 221-я школа и садик, как и находится около Голубуса. Как бы нареканий по пешеходным переходам не было. все они организованы, все они почищены, все там в этом плане хорошо. По 221-й школе у родительской общественности возникло опасение по поводу того, что родители часто подвозят детей до самой школы по дороге. На этой дороге стоит знак ограничения движения. Рядом есть очень большая хорошая стоянка, куда можно заехать, спокойно высадить ребенка или забрать его. Но, тем не менее, дети же не выбирают, где они идут. Понимаем, что люди привыкли, что комфортно довозить, комфортно забирать оттуда. Но если на чашу весов ставить безопасность наших детей, либо комфорт, то мы, безусловно, выбираем безопасность. Поэтому здесь было общее решение, что, наверное, будем обращаться в ГИБДД с просьбой поставить там машину, чтобы ограничить движение, ограничить заезд лишних машин, которых там быть не должно. Сергей Вячеславович, я так понимаю, что это лишь одна страна, одна часть, малая часть работы вашей, которую ведет Союз отцов Пензенской области. Давайте расскажем зареченцам, которые еще не в курсе, что это за организация, когда она была создана и с какой целью. Она была создана два года назад. Вообще, это общая российская тенденция. Мы ее с удовольствием подхватили. Задача вообще ставится как отцы, да, отец, это глава семьи. Отец отвечает в семье за все. И за содержание семьи, и за безопасность семьи, и в том числе за воспитание детей. Но, к сожалению, в современную жизнь мы потеряли вот эту нить. Отец, он все время загружен работой, он добытчик, и на детей у него времени зачастую не остается. Тем более, надо понять, что не каждый отец – это педагог. Не у каждого есть такие способности. И наша организация призвана стимулировать отцов, более активно уделять время своей семье, заниматься детьми. И наша организация изначально складывалась из педагогов. То есть, так сложилось, что и я педагог по образованию, и большинство наших отцов – они педагоги, которые непосредственно работают с детьми. И хотели бы своим примером показать то, что есть простые вещи, на которых не надо каких-то особых способностей, чтобы просто уделять время семье, просто заниматься семьей, именно своими детьми. Потому что отец, он и для своих детей – это первый пример, на которого они ориентируются, который будет в дальнейшем определять их образ жизни. Поэтому и наша деятельность, она как бы изначально складывалась именно занимать детей. У нас хорошо очень поставленная работа в пензе. Мы занимаемся и агитпоходами с детьми, и туристическая направленность хорошо развита. Выводим детей в лес, спортивные мероприятия. Очень хорошо у нас в Кузнецке работают. Там мы работаем с Кузнецкой епархией, с молодежным отделом. Там проводим занятия в воскресных школах. Также проводим для детей воскресных школ детские лагерям в Кузнецком районе. Работаем по всем направлениям, которые там только можно придумать для того, чтобы занять детей. Для того, чтобы в первую очередь дать им патриотическое воспитание, для того, чтобы мы не потеряли наше поколение. И безопасность – это в том числе наша главная тема. Потому что кто отвечает за безопасность? Это в первую очередь отец. Безопасность на дорогах. Все переживаем, что наши дети идут в школу. Мы переживаем, чтобы они туда благополучно дошли, чтобы они оттуда хорошо вернулись. Поэтому возникла инициатива с тем, что надо смотреть там, где они ходят. В том числе безопасность – это то, что наши дети в темное время суток, что на них должны быть отражающие элементы, чтобы водитель видел детей. И это в том числе проводим мероприятие о том, что детская кресла. Не все, простая вещь, да, но не все понимают, что детская кресла, она спасает жизнь. Если возьмем статистику за прошлый год, у нас, к сожалению, в ДТП гибли дети. И как бы в том числе ставим себе задачу через работу с родителями, минимизировать это как можно больше. Сергей Вячеславович, вы упомянули о том, что изначально в вашу организацию входили педагоги. Они сейчас туда ходят, а никуда не делись. Кто-то еще к вам присоединяется? Присоединяется, понимаете, как бы она свободная организация. Вот появился человек, ага, отец. Вот он умеет делать что-то. Он хорошо лепит снеговиков, да, а давайте пойдем все дружно, всем двором полепим снеговиков. Все, он поучаствовал, да. Потом он погрузился в работу, ему некогда, ради Бога, появился в другую. Он предложил что-то, он хорошо играет в хоккей, давайте я с детьми в хоккей поиграю. Ну, давайте. То есть, немножко здесь, немножко здесь, это все зависит от инициативы. Чем больше инициативы, тем больше заняты наши дети, тем больше им даем хороший пример. С какими еще предложениями можно обратиться к вам в Союз Отцов? Да, с любыми предложениями. Любой отец – это мужчина, у которого есть руки, да, который может делать фактически все, что угодно. И бывали случаи, что, ну, любая помощь, которая может потребоваться, в том числе и в современных сложившихся условиях. Мы проводили мероприятия для детей, которые были вывезены из Донбасса перед Новым Годом, да и просто для малообеспеченных детей, особенно вот в сельской местности, где поднимают красный флаг, где требуется помощь. Если мы чем-то можем помочь, то мы с удовольствием это делаем. Есть ли какие-то организации, которые вам помогают? Мы не стремимся обращаться к кому-то за помощью, как бы вот встали с утра, да, вот надо сделать доброе дело, пошли – сделали. То есть вы такие самодостаточные, такие отцы. Нет, мы не то, чтобы самодостаточные, помощь она в любом случае требуется, очень сильно помогает Кузнецкая гепархия. Прям большое спасибо им за это. Будем наложить отношения с другими тоже организациями. У меня ни от какой помощи не отказываемся, да, но я считаю, что это должна быть инициатива у самих отцов, потому что, ну, любой мужчина, он в состоянии сделать все, что нужно. Мам привлекаете к своей работе? От мамы мы никуда деться не можем. Мама у нас, как бы, это головое обеспечение, она помогает нам одевать себе родителей. И дальше мы уже берем все в свои руки и занимаемся с детьми. Сергей, как вас найти, если вдруг кто-то из зареченских пап тоже захочет подключиться вот к этой благородной миссии? Нас можно найти через социальные сети. Мы там есть, как бы, такого дежурного телефона мы не имеем. Но при желании нас даже искать не надо. Если у вас есть желание работать с своими детьми, заниматься своими детьми, воспитывать их, это достаточно встать с дивана и заняться этим. Прочитать книжку, поиграть в игры, сходить с ними погулять, это уже большое дело. Уже можно считать, что вы вошли в союз отцов, ответственных отцов, я бы сказала. В союз ответственных отцов, совершенно верно. Спасибо вам, Сергей Вячеславович. Я искренне желаю вам, вашим коллегам, всем, кто поддерживает вас вот в этом замечательном деле успеха. Спасибо вам, успеха, и чтобы дети были вам благодарны и действительно росли достойными гражданами, достойными людьми. Я думаю, все получится. Спасибо. У нас в гостях был председатель Пензенской региональной общественной организации поддержки семьи и семейных ценностей, союз отцов Пензенской области Сергей Вячеславович Четверяков. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречная». Впереди выходные. Это прекрасное время для того, чтобы провести его вместе с детьми. Водитель. Доплата до 200 рублей на каждый заказ в приложении «Автолига». Уцпись скачать на Google Play приложение «Автолига. Водитель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова